здравствуйте уважаемые дамы и господа начинаем сегодняшний вебинар который посвящен эзотерике меня зовут андрей дуйко и сегодняшний вебинар я решил посвятить ответы на вопросы так как считаю что для того чтобы быть наставником для людей которые идут по пути духовного роста необходимо общение и сегодня опубликовал статью которая называется ученики школы кайла задайте свой вопрос комментариях под постом вебинаром по пятницу и так далее и сегодня я получил 176 вопросов и постараюсь сейчас максимально во время проведения этого вебинара ответить на данные вопросы как я ни один из вопросов пока еще не читал нет я не готовился специально ирина серафимова на ура хочу поделиться маленькой победой начала вязать спицами но я вас поздравляю татьяна бондаренко здравствуйте уважаемый андрей андреевич всем хорошего дня отличного настроения пусть встреча будет теплой спасибо я на макатай макатай находясь в школе пять лет столкнулась с тем что кажется что практики не помогают и посещают мысли что все зря и у кого еще учеников было такое ну и дальше идет обсуждение что было такое в школе там столько-то лет дело в том что я как говорил хочу еще раз повториться наша школа она необычная наша школа хоть и позиционирует себя как школа которая может помочь человеку зарабатывать материально увеличивать материальное благополучие там привести к тому чтобы семья образовалась не распаться огромное количество магических всевозможных способов имеет и так далее но не не стоит забывать об одном условии наши эзотерической школы которая звучит как обретение духовности а сама по себе наша эзотерическая школа это духовное направление вот это слово духовность она отличает наши эзотерическое направление от любых эзотерических и коммерческом магических направлений которые есть на сегодняшний день в интернете и почему и чем же отличается и что это такое вы понимаете сама концепция жизни человека устроена по принципу что рожденный человек рожден для чего-то с какой-то задачу так вот эта задача она звучит так необходимо получать наслаждение и радость от той жизни которая есть у человека то есть человек должен всеми путями к этому стремиться иначе иначе нет смысла то есть смотрите человек рождается для чего для того чтобы жить а для для того чтобы жить чтобы что делать для того чтобы получать удовольствие потому что посмотрите любые слова которые или радость любые слова которые нам нравятся их условно можно подразделить на две части вот кто-то предал кто-то обманул кто-то там что-то сделал это условно можно назвать одним словом это нас огорчает и вторая часть там красивая погода нам нравится что детки растут мы заработали деньги это называется радоваться таким образом условно можно сказать что жизнь наша она связана только с двумя элементами это элемент либо огорчение либо радости так вот существует такое понятие которое называется безусловность то есть можно безусловно огорчаться то есть огорчаться от ничего то есть человек проснулся у него уже плохое настроение и вот такое безусновательное огорчение я обычно называю влиянием деструктивных сил а безусловная радость которая называю блаженной радостью я называю служение светлым силам мы в нашей эзотерической школе стремимся к тому чтобы у нас появилась вот такое безусловное желание сначала радоваться а потом безусловное ощущение бесконечного блаженного счастья которое появляется в нашей душе в нашей груди и я обычно это называю еще и словом святость то есть человек получающий вот такое блаженное состояние радости возникающие не отчего является элементом святости это никак не противоречит никаким абсолютно религиозным доктринам но я как человек который давно занимается эзотерикой могу вам сказать что свои задачи которые я ставил я их формировал для себя понимая данную доктрину то есть я понимал что человек может чувственно помните я говорил что мы можем мы с богом общаемся через чувства то есть случай если нам что-то не нравится в жизни у нас это отбирают в случае или отбирают жизнь случае если и так далее и я там часто говорил что с нами происходит то что мы чувствуем они то что мы желаем это очень важная тоже доктрина нашей школы но немножко не об этом когда мы стремимся к тому чтобы зарабатывать деньги или к тому чтобы что-то там с кем-то жить и так далее я все время даю эзотерические вот такие методы они очень простые вплоть до того что говорю изменяем свое отношение к деньгам и я обычно говорю что вот вы пришли покупать и для того чтобы не расстраиваться по поводу того что вам не хватает денег в тот момент когда вы отдаете произносить я покупаю себе там квартиру машину и так далее или приходите в гости и видите чью-то жилье у вас появляется зависть говорить ничего страшного мне скоро будет для чего так создана все это создана только для одной простой задачи перевести человека к тому чтобы в момент того когда он постоянно от чего-то испытывает состояние страдания просто перевести его в то чтобы он от этого страдания не испытывал тем самым формируется доктрина вот такой радости и человек который следует данной доктрине то есть в тот момент когда он там видит там я обычно это называю энергиями то есть говорю сексуальная энергия это когда мужчина или женщина смотрит на партнера чужого партнера или чужую семью и не испытывает от этого страдания наоборот мотивирует себя произнося слова скоро у меня так будет то есть купирует зависть убирается убирает системное страдание которое возникает от воспоминаний так далее и я это условно называю магией денег или магии сексуальной или еще какой-либо магии и в тот момент когда конечно это выглядит больше примитивно но а самой задачи я говорю обычно прямо на первой ступени школы кайлас и говорю о том что есть вот такой выбор для человека это выбор страдания выбор не страдание и так далее но в дальнейшем когда человек начинает выбирать для себя все-таки использовать вот такие механизмы появляется должно появиться со временем некое такое состояние которое называется безвозмездное или ничем не обоснованное появление вот такого состояния блаженства от того что человек живет у него рано или поздно появляется вот такое состояние блаженства не отчего вот я хочу вам сказать что вот это состояние блаженство которое как правило появляется у человека в середине его груди там где вы находится его душа хоть ее во многих как бы атеисты скажут дыши не существуют там религиозные деятели скажут что душа существует я как эзотерики считаю себя немножко альтернативным отличающимся от любых эзотерических направлений школы руководителем такой школы который являюсь я обычно говорю да душа существует и даю ее механизм объясняю как это устроено совершенно это не похоже на другие как бы идеи которые есть в религиозные там какой-нибудь системе обучения и так далее хотя я совершенно не отрицаю христианство мне нравятся любые религиозные направления это связано с тем что религиозные направления прежде всего задают тон морали и вот этот тон морали который подается в религиозных направлениях он необходим потому что очень часто в обществе забывают о том что есть мораль и такая религиозная мораль она может конечно же создать более такое теплое общество где люди не будут нацелены на то чтобы воровать оскорблять там и так далее то есть вот такие моральные терроритические воспитательные формы которые не придать не популяризируются в семье из-за того что семьи вынуждены зарабатывать деньги а по телевизору только танцы показывают ну и где-то вот такие моральные образцы или примеры они должны существовать но ранее с этим справлялась конечно же религия сейчас помогают с этим справляться еще и дополнительные какие-то эзотерические общества почему ну так как наверное количество людей увеличивается там и социальная система она больше ориентирована сейчас на масс-медиа восприятия ну и должны появляться такие люди которые тоже стараются морализировать и так далее но все-таки вернемся я тот человек который склонен верить в том что душа находится в человеке или появляется в человеке так вот я хочу вам сказать какой бы ступени вы не были и какому бы какие бы эзотерические практики вы не создавали или совершали старайтесь делать так своей жизни чтобы у вас было ощущение блаженство в середине вашей души или в середине вашей грусти вашей груди не стоит относиться к эзотерическим практикам как физкультуре и спорт а нашу школу нельзя расценивать как магическая школа зарабатывание денег или магическая школа там чего-либо я вас понимаю что вы скорее всего пришли в эту эзотерическую школу потому что смотрели видео где говорилось тайный метод который может помочь заработать деньги и практикуя получали это все но стоит здесь сказать что самое важное это все таки название того что наша школа является духовной школой или развитие духовности у человека а духовность это некое ощущение радости блаженности которая возникает у нас середине нашей груди или внутри нашей груди возникает или та блаженность или радость безосновательная которую мы видим рядом с собой от того что есть природа от того что происходят какие-то события в жизни потому что человек склонен делать добровольный выбор то есть его родили для того чтобы он либо страдал от всего либо радовался так вот когда он радуется и настраивается на это то со временем у него появляется автоматически это блаженность или это духовность так вот чем сильнее мы это ощущаем себе тем мощнее работают данные эзотерические механизмы естественно вот эти практики мантры и так далее это всего лишь механизм который поможет вам извлечь рыбу из океана а на чем чем держать вот эту рыбу это конечно же вот это внутреннее состояние от духовности ну и конечно же я часто говорю такие слова как бы одни из концепции это еще и моральная идея моральные идеи заключается в том чтобы человек ну прежде всего там не критиковал не обвинял и так далее условно это можно назвать одним словом проявления внутренней доброты второе по отношению к себе там я говорю о правдивости о том что все равно эту жизнь необходимо принимать о том что нужно видеть эту жизнь и радоваться ей во внешних проявлениях я вас прекрасно понимаю я понимаю что плохо я понимаю что мы сейчас проживаем вновь в таких странах когда чрезвычайно тяжело когда есть падение когда людям все сложнее и сложнее выживать когда не хватает ни на что но я могу вас уверить что соблюдая методы о которых я сейчас говорю мы вместе сможем изменить настрой глобально огромных стран и вот этот настрой который мы можем изменить изменит тенденции или мозги у тех людей которые управляют этими странами на чем базируются мои выводы они базируются на текстах которые со временем стали доктрина это тексты лао цзы в книге дао дэдзин где он говорит что чувствует народ то делает господин царь ну где-то так и происходит то есть для того чтобы у царя поменялось мнение и царь хотел делать что-то для народа то народ должен измениться он должен измениться в сторону доброты он должен чтобы царь к ним добре относился он должен и здесь я понимаю людей их научили реагировать на то что происходит с нетерпением злостью и так далее но никто не никто не убирал вот эту духовность если людям давать вот такую идею быть более духовным человеком быть более милосердным быть более человечным быть более теплым я не говорю о том что человечные это значит давать возле там магазина кому-то подачку но есть же такие люди которые дают подачку приходят домой и делают жизнь близких невыносимой то есть они начинают кричать орать и так далее я часто говорю такие слова на вас кричит кричит человек ничего страшного не осуждайте не оскорбляйте говорите ничего страшного все пройдет и как бы вас не называли тоже ничего страшного тоже пройдет слава богу что все плохое когда-то заканчивается поэтому терпение милосердие блаженность внутренняя блаженность и накопление радости и удовольствия от того мира который вокруг нас находится может помочь человеку полностью изменить свою жизнь а социуму полностью изменить свою жизнь вокруг себя вот так наверно ответил поэтому пять лет читать одни мантры это бесполезный труд так как одно без второго не работает именно поэтому я говорю развитие духовности на первом месте как ее развивать первая вторая ступень а мантры и все остальное это уже как бы дополнение к этой удочки которая ловит рыбу расскажите пожалуйста как правильно складывать пальцы рук при чтении кодов я просто держу важу в левой руке перебираю bus и правая смотрите вот это называется сексуальная энергия сексуальная энергия человеку необходимо в тот момент когда он хочет быть более принятым в обществе потому что человека красивого более воспринимают противоположный пола акка что его делает красивым его делает красивым именно вот такая сексуальная энергия привлекательным очаровательным и так и когда йоги или йогин который посвящает свою жизнь развитию себя когда такой йогин начинает заниматься эзотеристскими практиками йогическими практиками какими-либо то ему обычно сексуальная энергия мешает больше чем вся остальная так как это называется гормоны контролировать тяжело голод и желание секса обычно больше всего заставляют человека страдать на пути духовного роста ну и конечно же йогину это чрезвычайно мешает но и йогину не нужна семья вот этот палец безымянный обычно отвечает за семейственность или нашу семью это палец венеры таким образом сексуальный палец заземляют на палец венереальный после чего йогин таким образом заземляет энергию которая заземляет и аннулирует друг друга то есть энергия сексуальная которая вырабатывается полностью уничтожается энергии семьи таким образом если человек во время своих занятий сидит вот таким образом то ему не будет хотеться продолжение рода и у него не будет никогда семьи понятно у него не будет никогда семьи я хочу вам сказать если держать пальцы вот таким образом то у человека исчезает желание и мотивация двигаться в своей жизни если вот так держать то у человека появляются проблемы со здоровьем если вот так держать то появляется большое количество неприятностей если вот так держать то у человека появляются проблемы с организацией семьи и тут такой вопрос у меня возникает если это было необходимо йоги нам то насколько это необходимо обычным людям скажите мне и тут такой вопрос уважаемые господа хотите здравого смысла немножко вот теперь вы это все знаете скажите если вы вышли на путь саморазвития нужны ли вам замыкания пальцев и теперь как держать никак я обычно даю такие методы если вы всех замучили тем что вы все на вас обижается или вы на всех обижайтесь то указательный палец заверните и обнимите всеми остальными пальцами тогда на вас не будут обижаться те ваша родня и вы не будете обижаться почему потому что он отвечает за эгоизм а как правило эгоизм является первопричиной всех наших неприятных ощущений находящимися с находящимися рядом нас людьми поэтому если вы обижаетесь если вы хотите оскорбить кого-либо если вы недовольны чем-то своей жизни если ваше эго переполняет если вы обижаетесь уже много лет делайте медитацию с тем чтобы брать и указательный палец свой прятать вот так вот в ладони помните что обида является первопричиной всех онкологических заболеваний потому что она неразрешимая потому что это обычно узел который человек не хочет прощать и так далее а любые узлы и которые проявляются в начале на энергетическом уровне внутри нашего тела энергетического тела дальнейшем формирует появление опухолей ну и так далее и конечно же то что мешает или блокирует появление материального благополучия это некая планета кету и она олицетворяет палец мизинец олицетворяет еще и почки то есть случае если человек вот таким образом заворачивает середину вот так палец свой то он блокирует влияние на человеку кету и меру и вернее извините кету и раху и таким образом у него происходит появление в жизни материального благополучия единственное что хочу вас попросить будьте разумными и пожалуйста во время таких советов и практик не ломайте себе пальцы и не портьте себе здоровье ну так нежно и мягко я не говорю что нужно его сломать его необходимо подогнуть и мягко не напрягая просто сверху закрытым безымянным пальцем и так далее или там двумя пальцами вот таким образом а так вообще я не поклонник не поклонник мудр я считаю что мудрые йогические которые используются или которые вы видите где-либо взгляд или такая мудра обозначает я избавился от своего эгоизма на этой руке мне не обижают люди которые находятся или живут вокруг меня таким образом но у меня и нет и сексуальной жизни то есть убирая или устраняя сексуальную жизнь я избавился от внутреннего от эгоизма тех людей которые меня мучают и избавившись от сексуальной жизни которые мне которые я пресекаю подавляю я избавился от своего эгоизма вот так можете сидеть обычно после какого-то там времени жизни или там если женщина не живет с мужчиной уже ничего не планирует для нее такая мудра на указательный палец большого пальца она хорошо будет воздействовать ну или мужчина там после какого-то возраста когда уже не интересно интимная активная жизнь ответил да здравствуйте уважаемый андрей андреевич собираемся приобрести дом какой обряд провести при новоселье дом не новый думаю многим будет интересно самый лучший обряд который вы можете провести или провести в доме этом это откровенная чистая чист и честная любовь естественно очистите энергетические и зайдите и заполните единственное что я хочу посоветовать для того чтобы вещи не пропадали поставьте маленькое изображение любой мягкой куколки положите рядом с этим изображением конфетки и скажите это для тебя там и дальше придумайте домовой леший я не знаю еще какой-то помогаем не во всех делах охраняемую семью и так далее это очень действительно работает обычно есть какая-то энергия которая находится вот так в этом доме она обычно находится там где есть какая-то пища и для того чтобы пища не портилась вообще самое лучшее вообще самое лучшее что есть в семье это любовь друг другу это когда знаете любовь не заключается в том чтобы говорить я люблю или даже обниматься любовь заключается в том чтобы не делать гадости то есть в тот момент когда у вас появится желание сделать гадости на хамить оскорбить обидится вы это не сделайте и это поверьте мне больше проявления любви чем человек будет говорить я тебя люблю и потом обижаться на несколько дней я тебя люблю но ты там дрыщили ты там жирная кобыла и так далее то есть вот этого не должно происходить сто раз пусть вам хочется ваш духовный подвиг ваше превалирование и желание быть на белой стороне оно должно побеждать мир склонен по принципу равновесия поэтому все что происходит в семье обычно это принцип равновесия случае если у жены нервы там или она там бесится или еще кто-то бесится обратите внимание на то что вы собираетесь сделать вот не делайте этого и тогда все будут спокойны не забывайте что первый первая встреча с утра когда вы друг с другом встречаетесь она обычно называется встречи или связью когда вы просыпаетесь утром если вы глава семьи мужчина или там сами живете женщина у вас дети кто-то с вами живет обязательно друг с другом обнимайтесь это черта присущая исключительно но в большинстве своем исключительно только людям это создает потенциал верности желание заботы желание там такой милости какой-то внутренней и так далее поэтому когда вы утром просыпаетесь нравится он человек не нравится обижайтесь у него не обижайтесь введите в свой как это назвать ритуал вот незаметная эзотерика незаметная магия связана с ритуалами пусть для каждого в каждой семье будет ритуалом обнимания целоваться там только с близкими но обняться необходимо со всеми я каждое утро просыпаюсь иду к детям их обнимаю обнимаю свою жену если есть гости обнимаю гостей и это считаю самым важным утренним ритуалом вначале там умываюсь после чего иду со всеми обнимаюсь и так далее я считаю это очень приятным таким ритуалом это и есть то что в свое время описывалось в евангелии это свое время покаяние или свое время некое вот такое все прощение так вот как бы вы не обижались на человека если вы его обнимаете ли как бы на вас человек не обижался обнимая такого человека это все аннулируется почему душа к душе сердце к сердцу андрей андреевич я приобрела у вас четки из черного агата очистила их осветила начитываю на них мантры одеваях на шею иногда нашу не нужно четки одевать на шею черные тем более дело в том что черные четки из агата они созданы для того чтобы садить в них должников и черные четки из агата они связаны вот с чем допустим есть человек который очень сильно что-то плохое делает в жизни есть должник который вам должен вы должны взять такие четкие представлять в середине этих четок как будто в кругу который образуется от этих четок находится такой человек и читаете данные четки такие четки необходимо использовать только для данной цели то есть они заставляют у человека который вы садите в такие четки почувствовать состояние совести по отношению к вам случае если вы хотите изменить мир можно посадить там президента или еще кого-то но я хочу сказать вам что не поможет потому что обычно эти люди а дальше смотрите вчерашний мой семинар который назывался и рт е последнее заседание в случае если вы участник и рт е но и там я об этом объясняю кто же наши правители и тогда тем не менее я больше не говорю о к виде я больше не говорю о политике мне очень нравится мой канал потому что в случае если я буду говорить нас вновь заблокировать и знаете очень неприятно было когда заблокировали канал но тут же сделано было несколько каналов и видимо поняли что если нас одно закрывать то мы еще пять открываем поэтому решили что легче отдать чем плодите и размножать поэтому четки из черного агата они не предназначены к тому чтобы на них читать мантры и они не предназначены для работы эзотерической с чтением мантр кодов заклинаний тогда баян тур гун кызы уважаемый андрей андреевич добрый день очень интересная тема про повышение тонов переходы на новый уровень как-то слышала вы говорили там уровне и так далее смотрите человек в своей жизни находится на определенном уровне об этих уровнях я рассказываю на одной из своих ступеней и там по моему этих уровней 13 то есть до до пятого уровня и потом выше пятого уровня существуют ли уровне выше да это уровне блаженного восприятия внешнего мира блаженного восприятия внутреннего мира блаженного восприятия семьи блаженного восприятия и дальше идет блаженное восприятие трех элементов божественной энергии то есть блаженного восприятия темноты блаженное восприятие света и блаженное восприятие ничего то есть это некие вот такие элементы высоких уровней на которые человек рано или поздно по идее стремящийся к духовному пути должен выйти механические каким-то образом там руками или какими-либо мантрами выйти в такое состояние человек к сожалению не может вообще духовный рост это подвиг поэтому когда человека желание происходит духовного роста то это не однодневный процесс это процесс за должен занимать какое-то время и духовный процесс этот он подробно раскрывается мной в моих эзотерических ступенях светлана гломан уважаемый андрей андрей как поступать если врать не хочется а начальник принуждает врать самому в глазах других выглядеть хорошо если говорит нет создается напряженная обстановка я считаю что человек ни под каким соусом никогда не должен врать в случае если вас это беспокоит знайте вы являетесь соучастником лжи и не должны это пресекать вплоть до того что можно уйти с такой работы в случае если вас заставляют врать я говорю это серьезно я считаю что ложь для себя или для другого человека и в дальнейшем страдание этого может привести к тому что в вашей судьбе вас и ваших детей могут появиться существенные жизненные проблемы лилия глущенко скажите пожалуйста перечтение мантр зажигаю палочку зачем затем включаю шум очищения пространства и очищения места где я читаю мантры нужно произносить мантры для очищения ну очищение происходит так необходимо представить будто вокруг во первых запечатали себя со словами о махом хохохри после чего обвели все как я рассказываю золотой такой ниточкой создали контур после чего сожгли это все огнем после чего приставили все светится ярким светом после этого прочитали мантру запечатывания о махом хохохри обычно это занимает у человека не больше 20 секунд а там палочки мантру очищения проходите ступени я обычно об этом все рассказы вопрос переводятся ли люди у которых переродятся ли люди у которых нет детей или внуков возможно это наказание нет это не является наказанием все перерождать если можно расскажите как правильно держать ваджа на привлечении как на убирание в одном из вебинаров вы сказали что женщинам лучше влево и так далее вообще что обозначает ваджа давайте я его возьму сейчас в руки меня он тоже есть ваджа обозначает энергию сознания энергия сознания человека это энергия которая вот смотрите как устроен принцип трех гун или трех энергий принцип трех энергии трех гун в человеке связан с символистическим изображением лингама то есть ложи или устье обозначает землю или по-другому называется это горизонтальным миром смотрите все что в горизонтальном мире находится она все имеет плотную форму то есть если смотреть в горизонтали над землей то все что ниже горизонта все имеет плотную форму то есть это фактически наша земля вот все что имеет плотную форму является элементом сад вы или элементом происхождения земли земным условно земля на больше похоже на матку женскую то есть если в нее попадает семя то после того когда семя попадает она вырастает ну и само 7 является тоже порождением как ни странно земли но для того чтобы семя попало необходимо чтобы появилась самом начале желание а желание является уже намерением сознания намерением умственным то есть и вот это намерение это огненный столб или все что идет от земли от горизонтали в вертикали именно поэтому человек вытянулся в отличие от всех животных в вертикаль потому что любая энергия намерения или желания она обычно вытягивает все виды энергии как бы из горизонтального мира в вертикальный таким образом можно условно сказать разглядывая лингом вы сожалению у меня нет на столе так бы и вам показал разглядывая лингом или изображение лингом обычно говорят что это там фалашивы на самом деле это эзотерическая эзотерическая доктрина мироустройство трех гун и так первое это намерение это энергия огненная в виде столба которая входит в землю это намерение чтобы земля рожала намерение чтобы в земле что-то появлялась и женская горизонтальная талона в котором зарождается семья и которым она гермафродическая в котором зарождается от такого намерения зарождается семьи и зарождается маткой зарождается после этого жизни после чего зарождается все что мы имеем в горизонтальном мире и третье это пустота которая находится и вокруг горизонтального мира и вокруг вертикального мира это пустота это пустота божественная это небо которое мы видим темная это пустота которая все аннулирует и которая есть законом именно поэтому условно глядя на землю можно сказать что небо это энергия намерения земля это энергия роста и давания и созидания и появление чего-либо материального а небо это сверху она условно выглядит как большой купол над землей и вот этот большой купол обычно изображается в форме некой змеи с кобры с огромным таким с огромным таким воротником капюшоном кобры почему но наверное ни для кого не секрет что космос может быть как счастьем так и угрозой для планеты земля то есть космос и это божественная энергия может быть там от солнца оторвался какой-нибудь кусочек но я как не знаток это говорю к если этого не может произойти и после чего жизнь на земле там исчезла или там может ли космос восприниматься как элемент агрессивный конечно именно поэтому для человека поклонение лингаму как намерению осознанной человеческой жизни как плодоношению нашей земли горизонтальному миру и как вселенскому духу контролирующему все вот эти задачи является для нас ну вот религиозной вот такой доктриной я не знаю знают об этом в индии те кто поклоняются или нет но могу сказать что это очень разумная гуны которые есть все три гуны есть в человеке то есть гуна которая обозначает землю это левая часть нашего организма правая называется гуна которая обозначает наши намерения это правая часть огненная часть и центральная часть которая проходит вдоль человека в котором находится позвоночник копчик это безразличие это божественное безразличие одновременно божественный закон который невозможно никаким образом пресечь то есть кто бы не говорил о том что бога нет я обычно говорю дело в том что молекулы если бы бога не было они бы соединялись как им бы хотелось но они почему-то соединяются только так они иначе когда только так они иначе они соединяются то это говорит о законе и этот закон он кем-то контролируется они же не думают когда объединяются они же знаете есть такие молекулы которые имеют там плюс и минус там микрочастицы эти микрочастицы в электронике в химии в микробиологии там чем угодно вообще в биологии генетические законы и так далее то есть они с позиции логики не поддаются разумному объяснению то есть объяснить почему так происходит невозможно вы знаете что мозг человека до сих пор не изучен то есть чем глубже ныряют в него как это все устроено тем больше удивительных фактов о нем находят и сказать однозначно как небольшой биологический сгусток тканей там с аромамасленной кислотой и которым участвует распад липидов там ацетилхолинов и там с появлением дофамина и серотонина на как функционирует там синаптические связи как достаток почему происходят эти химические процессы в синапсах как одновременно в ткани может происходить процесс движения энергии электрического заряда заряда в дендрите в одну сторону в аксоне в другую сторону почему это происходит и так далее почему милин так себя ведет и тогда то есть на эти вопросы можно ответить только гипотетически но ни одно существо на земле никогда ни при каких условиях не может и не сможет сделать подобный механизм то есть у вас у нас же бы все уже есть на земле то есть можно взять клетки можно эти клетки вырастить как-то но создать из с ноля вот такой механизм совершенно невозможно почему невозможно потому что понять как это работает никому не дано и почему происходит объединение как работает это вся химия это только гипотезы лабораторных условиях сделать это невозможно и тут такой вопрос почему потому что это все повинуется определенному закону какому закону божественному именно поэтому божественный закон это закон когда все должно произойти именно так как она происходит и никак по-другому ну что ж и так вернемся к ваджу что же обозначает ваджр помните я говорил о трех гунах вот это гуна обозначает гуну намерения то есть когда человек что-либо делает то он обычно говорит я бы хотел чтобы это со мной произошло то есть я читаю мантру для денег и вот вот это усиливает закон намерения то есть это усиливает наше сознание это усиливает до железячка да какая угодно можно ли ее там как-то держать рядом с собой и так далее положите ее на себя держите ее в руке этого будет достаточно почему мысли по чуть-чуть будут более концентрированными а те ваши намерения которые вы желаете мы же для чего-то читаем мантры то есть мантра может называться там привлечение жизни денег там для хорошей торговли так вот с этим работает на один процент лучше без этого на один процент хуже но этот процент важно почему он улучшает эффективность как держать раньше говорил так держать так держать так держать могу сказать что это не имеет сейчас по моему мнению не имеет никакого значения но помогает ли держание ваджи да несомненно ваджа помогает человеку исполнить его намерение усиливая вот такую функцию наберение это желание елена тупикова здравствуйте давно интересует вопрос изображения в искусстве архитектуры шишки а это символическое изображение шишковидной железы и это с древних времен никто объяснение этому не дает ведь не просто так она стоит в обособленном месте в ватикане стоит знать и стоит значит знаю зачем понимаю что эзотерическая тема это некая связь человека с космосом шишка в ватикане шишка на фонтанах шишка на красивых заборах частных домах и видела сочетание с лилиями даже в россии есть фонтан у основания шишка дело в том что хвойные деревья они самые распространенные и я сомневаюсь что эта шишка связана с шишковидной железой почему но если рассмотреть внимательно шишка видную железу то она не похожа совершенно на шишку я вам говорю как человек знающий точно это точно так же как обычно рисует сердце допустим вот это у нас считается сердцем правильно то есть мы воспринимаем такой рисунок как проявление любви и заботы на самом деле для человека который занимается физиологией человека или человеку которого есть медицинское образование вот это напоминает другой орган я могу сказать вам все это точно не напоминает орган сердца если рисовать сердце то это условно будет выглядеть чуть-чуть по-другому знаете вот это больше похоже на сердце чем это да правда вот это больше похоже на сердце чем это вот это сердце а это нет точно так же и шишки а почему шишки смотрите шишка это обычно шишка она такой плод в котором много семян и шишка она кормит и шишка она такая благодатная в италии всегда произрастала пения это дерево подобное дерево сосны сибирской кедра на нашем языке хотя это не дерево кедр можете даже не сомневаться можете проверить меня это сосна сибирская она дает кедровые орешки а дерево называется сосна сосна сибирская но не кедр и пения которые произрастают на теле на территории италии она похожа на сосну сибирскую только там орешки немножко большего размера но они тоже как у сосны и испокон века начали обращать на это внимание знаете как обращать одно дерево дает шишку а в ней много семян ну и на что это похоже это похоже на благополучие это похоже на появление детей это похоже на то чтобы рождались дети и так далее такая же проблема была в средних веках то есть хотели чтобы женщины рождали больше почему ну человек так устроен когда у него появляются деньги то хотелось бы чтобы появлялись еще и появлялись еще и дети но особенность средних веков заключалась в том что они были как бы не особо не особо понятными для тех людей кто в них проживал и вот что начинало происходить когда у человека появлялись деньги то он начинал впадать во все чашки то есть он там общался с проститутками возможно мы говорим возможно возможно у него появлялись вредные привычки тогда было были у человека возможности там принимать там грибы ядовитые или там скорее всего были какие-нибудь там питье вина или питье более крепкого алкоголя возможно это все возможно больше пищи начинал человек принимать и не мог никак связать это с тем что большое количество там употребление сладкого может привести к тому что разовьется диабет одного мяса может привести к тому что будет подагра и так далее и там заболевания почек и у таких людей у которых появлялись деньги они обычно себе ни в чем не отказывали ну а когда человек не отказывает себе в средних веках то у него появляется самые обычные физиологические расстройства и они приводили к самым обычным заболеваниям которые и ухудшали репродуктивную функцию таких людей в общем то и деньги были а все сталкивались с тем что и деньги есть а вот детей нет и обычные люди которые жили обычной зимой жизнью без денег у них дети появлялись а здесь человек который считал себя допустим там ближе к богу раз ему бог дает и так далее у него дети не появлялись и это было закономерностью для средних веков и это было закономерностью в те века и конечно же для того чтобы увеличить возможность рождения детей делали вот такие изображения по принципу символического упоминания шишки которая дает много семян то есть почему в религии католицизма потому что мы сеем и это то что 7 начинает произрастать вообще как появилась религия христианская католицизм свое время когда иисус христос умирал и войне так когда иисус христос общался с петром то петр задал ему но я условно говорю но не чистым текстом так как я не могу цитировать и к сожалению не помню я не готовился к этому вебинару он ему сказал хорошо там петухи про круг и покупок у к реку и там и так далее ну а мы так как потом без тебя и он сказал петр запомни в дальнейшем каждое твое слово которое будет сказано здесь на земле будет услышана богом на небесах я тебе это обещаю и петр фактически получил от иисуса христа дар этот дар заключался в том что он мог попросить а еще он сказал и все кто от тебя получит такое благословение и бог фактически ну бог иисус христос фактически передал вот такой дар общаться с богом своему наместнику своему товарищу можно сказать петру после того когда и это является началом религии католицизма и прообразом петра это те люди которые являются папами и папы они петр передал тому кому он передал вот это вот этот телефон сотовый условно говорю и вот этот сотовый телефон он передается вновь и вновь тому кто считает себя папой римским и грубо то что скажет папа римский это их понимание но это религия напрямую будет услышана богом иисусом христом ну вот где то так это все выглядит ну и конечно же шишка является прообразом увеличение людей которые будут идти поддерживать данную религию и так далее а что обозначает кольцо в этой религии кольцо это сеть петра потому что петр был там связан с рыбалкой это понял ну ладно я не особо в этом разбираюсь на самом деле особо разбираюсь я если сказать искренне но не хотелось бы сейчас об этом рассказ поэтому не нужно думать о шишковидной железе также хочу вам сказать что может ли человек как-то очищать свою шишковидную железу мой ответ такой к сожалению никак мы не можем очищать свою шишковидную железу в большинстве своем ее преимущество многократно раздуты и говорить о том что у человека происходят какие-то изменения при нарушении энергетическом влиянии на шишковидную железу это все преувеличено целом все книги которые писал там чем там чем трумпа нет это другой но наверно трумпа они являются просто историческим вымыслом на самом деле сам трумпа очень популярный или популяризатор вот такого тибетского мистицизма является просто европейцем который никогда не был на территории тибета и так далее ну тем не менее считается это эзотерическая религиозная литература ну как бы нью-эйдж литературы не религиозной ладно мария мирушниченко подскажите можно ли ругать мысли о мечтах в одном из вебинаров темой было почему у женщины нет мужчин кавалеров вы говорили что нужно во время когда они появляются отвлекаться сколько не стараюсь не получается не хочется быть наглой перед богом и встретить такие своего любимого человека помните сегодня говорил о том что в середине груди нашей появляется вот это ощущение блаженства когда вы думаете о человеке который вам нравится ощущайте вот здесь ощущение блаженства когда вы общаетесь с человеком ощущаете вот здесь ощущение блаженства тогда этот человек будет вам симпатизировать и будет относиться к вам более хорошо но хочу вам сказать что ощущение блаженства может быстро закончится и для того чтобы она не заканчивалась вам необходимо его накапливать чем ощущайте радость от того что происходит вокруг вас осознанную радость ощущайте радость что есть солнышко и зелень ощущайте радость что у вас детки растут ощущайте себя старайтесь чтобы у вас это было это все внешне накапливается у нас и проявляется во внутреннем а ну внутренняя энергия такая может нами использоваться как особенная энергия для реализации наших намерений поэтому не нужно ничего ругать наоборот восхищайтесь не нужно мечтать просто женщину изменить невозможно поэтому если вам хочется мечтать ну что ж мечтайте главное с открытыми глазами так как мечты с закрытыми глазами обычно приводят тому что эти мечты не сбываются далее продолжаем уважаемый андрей андреевич вопрос про обряд сома и семинара про кубики могут ли духи врать а как часто нужно проводить ритуал чтобы наверняка что-то или кубики или духи не фурычат пока может каждый четверг делать пока не сработает а вот этот обряд сома которая даю в семинаре кубики он может срабатывать с человеком который закончил только семь ступеней для обычных людей он к сожалению недоступен могут ли духи врат они могут не подчиняться с какой стати им подчиняться вам с какой стати то есть только потому что вы получили духовное имя ну к сожалению духе могут не подчиняться человеку какому если человек одержим духами то он для этих духов еда если человек может присесть в себя как бы сознанием своего сознания пресечь страдания своего духа как это делается вот человек должен сначала поработить свои собственные вот эти эгоистические наклонности то есть протерпеть если там хочет кому-то сказать если появляется желание может их выдержать то есть если хочется кушать он может сказать себе нет если страдает от того что не есть может сказать себе нет и держать как бы в узде свое физическое тело держать в узде свое эмоциональное тело тогда такое сознание не является пищей для духов и такому существу духе начинают подчиняться случае если вы истерить и если вы горячитесь если вас там колбасит если вы беспокоитесь за что-то то обряд сома и для вас недоступен к сожалению лучше если много плохого в случае если вы грызетесь нервничать и обижаетесь если все негативные качества этого мира свойственны вам то есть там обсуждение критика ненависть злость разочарование огорчение если вы подолгу можете переживать нервничать кого-то ненавидеть если давно тянется обида какие духи о чем о чем вы можете говорить нет потому что они вас не видят существа которого можно поклоняться вы никого из них не смогли поработить а если вы никого не смогли поработить тогда ну никак екатерина ефремова практику с медузой выполняю во сне с раннего возраста видимо подсознание само знает как помочь телу как убрать страх бывший муж меня бил и унижал все это длилось пять лет боюсь общаться с противоположным полом спасибо вам вот это ощущение которое у вас появляется там где она появляется представляете символ глаз и это ощущение о вас полностью покинет читайте мантры припутав трявсык и к степло читайте по 108 раз каждый день и это исчезнет уже задавала вопрос в фейсбуке не получила ответа хочу спросить в мае приобрела magic ойл дуйко срок годности стоит до 20 его расходу экономно сейчас но появился запах прогорклости можно все равно пользоваться до действия не уменьшается нет медитация 2 платной ступени 6 часовая пока очень сложно удержать сознание и памяти прокручивал все время тренажеры это относится прошлости и подходит эта медитация данная медитация это высший пилотаж в эзотерике единицы единицы из просто миллиона человек могут ее отсидеть от начала до конца все шесть часов не нужно торопиться дождитесь времени также можно думать о чем угодно хочу сказать вам на будущее нельзя смотреть тренажеры и нельзя себя ничем развлекать когда находитесь в такой медитации можно спать просыпаясь вновь думать о том что вы мысленно удерживаете и дальше по тексту а так но никак тренажеры нельзя кино нельзя музыку нельзя ничего нельзя это все нельзя в этом особенности этой медитации виктория мав гор зато оребска здрасте андрей андреевич что можно сделать чтобы люди не чуть ли меня провоцировать и остался и отстали от меня речь идет о соседях которые делают мне все назло заранее спасибо никогда не возмущайтесь и не восхищайтесь тем что делают эти люди делайте свое считайте что этого не существует и вы на это не обращайте внимание когда театр больше не существует и нет зрителей театральные герои им становятся неинтересно говорю это серьезно до того момента пока вас это мучает она будет с вами происходить больше занимайтесь своим то есть если они там забор колотят трещат дымят и так далее вы в этот момент сопайте огород переносите как будто это не происходит и тогда ничего не будет происходить подскажите обряд как сделать так чтобы не сталкиваться с человеком и не хочется с ним общаться все на первой ступени дают проходите она и первая и вторая ступень на сегодняшний день бесплатно здравствуйте внутренний голос всегда подсказывает правильные решения но он слабый вместо того чтобы к нему прислушаться делаешь все наоборот и получается плохо вопрос можно усилить его воздействие на себя принимать правильные решения но вам очень хорошо поможет мантра которая даю на первой ступени помните амитимя мантра они махо мантра ну и так далее коды а так развить это паранормальные способности развивать можно дополнительно можете пользоваться маятником как я объясняю на первой ступени дополнительно можете пользоваться рунами или или кубиками о которых я рассказываю по моему мнению кубики это самый оптимальный вариант великолепный метод делала ритуал на деятельность пока изменения нет может я не правильно сделала ритуал солью вам не нужен ритуал солью ритуал солью это для тех у кого богатая или большая психическая энергия вам не ритуал нужен вам нужна ступень вам необходимо пройти ступень эзотерической школы кайлас и выполнять практики там есть такое такая практика когда человек должен представлять себя многоруким и произносить мантру он дуале дуале зунди саха вот такой обряд который делается каждый день может помочь человеку найти работу обряд солью вам скорее всего не поможет у вас нет такой энергии я сам практикую код яхве и мантра выравнивание судьбы о манджумом еном он ким о ким сваха работает три месяца практикую но появляется только хорошие девушки но меня как будто от них что-то отводит что я делаю не так с большим уважением константин бог создал мужчину и женщину и усложнил их коммуникацию и сделал это специально для того чтобы они после того когда будут знакомиться друг друга ценили и ценили эти отношения так случае если бы это было чрезвычайно доступно то это бы не было так надолго именно поэтому я когда-то рассказывал сегодня вот рассказывал почему вот у меня там есть разные виды бизнеса и мне говорят андрей андреевич почему а там что-то стоит очень дорого там допустим 60 что-то стоит 30 и что-то стоит 5 почему вы так делаете обычно ему говорят смотри если я продаю допустим за 60 то у меня покупают за 60 на сумму 6000 если я продаю 30 то у меня купят на сумму 10000 а если я буду продавать по 5 у меня купят на 50 тысяч и он говорит ну давайте все по 5 нет если все по 5 будут продавать то у людей появляется обесценивание этого товара им не захочется покупать а если я буду продавать по верхней цене то появятся люди которые будут читать что это дорого и значит это хорошо ну и всегда между ними есть элементы перехода поэтому человек который считает дорого но для него очень дорого он будет покупать дешевле а человек которому дешево совсем дешево то он не хочет покупать совсем дорогое будет покупать среднее именно поэтому всегда должно существовать три шкалы вот эти три шкалы дешевое среднее очень дорогой для того чтобы это все правильно работала именно поэтому а к чему я это говорю для константина хотел сказать по поводу женщин но давайте константин дам вам какой-нибудь совет такой для того чтобы женщина была с мужчиной нужно соблюдать определенное нужно иметь определенное намерение она звучит так первое начать ухаживать это самое приятное что есть для меня свое время начать ухаживать было больше чем дальнейшая жизнь начать ухаживать это было зарождением милых отношений не нужно пропускать ухаживания семьи которые начинаются прямо с постели и потом постель постель они в дальнейшем у них в дальнейшем пропускается вот этот элемент прелюдия и вот этот этюд он имеет красивые краски имеет красивые рощерки они все яркие но нет фона потому что зарождение вот этих милых и теплых отношений начинается с вот этих прелюдий это цветочки это за ручки ходить это где-то в парке целоваться это друг друга за ручки держать там куда-то ходить в кафе и так далее потом появляется семья и вот это прелюдия она является квинтэссенции или такой легата всей нашей жизни интимная жизнь это уже это уже стакката это когда человек делает синкопы такие знаете это как маргин штерн поет это все мое то есть это синкопы то есть это конкретика такая аллигато это шопен и так далее так вот прелюдии эти все это красиво и они потом по всей жизни создают вот такой образ эфирный образ такой не запах а наверно энергетический кокон отношений такой вот видишь мужчину и женщину и после них создается какой-то вот такой послевкусие так вот она у кого-то есть а у кого-то нет у какой в какой-то семье нет а в какой-то семье есть и вот очень часто если были предварительные вот такие отношения то они создают такое хорошее послевкусие нет ни одной женщины ни одной женщины которая бы могла вот так сразу когда мужчина подходит и скажет ей женщина вы мне нравитесь давайте встретимся не так это делается обычно это делается так женщина вы такая красивая женщина у вас такие красивые туфельки женщина у вас такая красивая прическа женщина вы такая хорошая как эта весна и мне так тепло с вами мне так и так далее то есть это это и есть то западня и в дальнейшем не нужно давайте встретимся женщина там как вас зовут давайте я вас приглашу в хорошее место в ресторан где могли бы встретиться и так далее то есть ну где то так после этого прийти с букетом цветов помните что больше всего женщина любит когда и говорят то что она красивая поэтому я все хочу дать советом совет мужчинам знаете почему кричит женщина женщина кричит не потому что денег нет женщина кричит в тот момент когда и не говорят что она красивая начните делать какие-то замечания сути они такие бедра не такая грудь не такие щеки у тебя там волосы растут из глаз и так далее и в этот момент ждите пройдет время она начнет кричать не забывайте что для сохранения спокойной жизни в вашей семье у вас есть ответственность это ответственность ваша заключается в том чтобы постоянно мужчина обычно думает так зачем я постоянно уже после позавчера говорил нет женщина то что вы говорили вчера уже не помнит ей нужно говорить это ежедневно ей нужно стараться ей необходима поддержка женское сердце так устроено она все время нуждается в том что его кто-то поддерживал мужчины думают что мужчина вырастая становится мужчиной женщина вырастая остается девочкой не стоит этого забывать а как любой ребенок его необходимо поддержать как любой ребенок его необходимо мотивировать как любой ребенок его необходимо поддерживать словами и делами и так далее мужчина думает что она такой же мужик как он нет девочка несмотря на свой возраст всегда остается девочка любой девочки необходимо обязательно похвала обязательно похвала но в отличие от мужчин когда можно хвалить их за дела женщину достаточно хвалить за ее красоту а если она вам не нравится это неважно уже нет выбора если вы вышли замужем или если вам что-то не нравится читайте пункт номер один называется штамп в паспорте после этого помните как в уставе было написано там а если тебе не нравится то что сказал начальник если не нравится сказал начальник смотри пункт 1 а там написано начальник всегда прав поэтому духовный путь всегда сложный поэтому бог вас проверяет на то насколько вы развиваете себя духовно скажите насколько большим грехом считается самоубийство самоубийство это оскорбление бога бог дал и родителей бог дал человеку возможность прожить жизнь от начала и до конца и это его подарок человеку и людям поэтому когда человек прекращает эту жизнь то он должен знать это не является для него приоритетом и прерогативой жизнь человека должна заканчиваться самостоятельно жизнь человека должна заканчиваться по закону божьему как бы все это называется божественным промыслом и человек не должен в это вмешиваться так больше гармонии когда происходит разрушение гармонии то происходит разрушение целостной картины я обычно говорю так у меня есть друг и этот друг он мне постоянно там поставлял какой-то товар и там один раз даже не один раз а несколько раз очень хороший товар мне все нравилось но один раз он мне поставил товар который был нехороший и данный товар я его начал продавать и люди начали говорить нет мне это не нравится это не нравится конечно же ему не отдал его сложил его и после чего она у меня там где-то дома валялась потом он мне еще что-то продал то есть на фоне хорошей торговли на фоне хорошего товара он периодически делал так там звонит допустим говорит мне надо срочно это продать пожалуйста помоги мне больше некому обратиться я говорю хорошо и он мне в этот момент отдавал обязательно какой-то очень плохой товар и так делал несколько раз а потом я ему позвонил и говорю ты знаешь ты мне не давай больше товар почему но потому что я не хочу у тебя покупать почему потому что ты периодически мне даешь какую-то гадость и вот эта гадость она у меня накапливается она мне не нужно и он мне говорит но я же много раз сделал что-то хорошее я ему говорю послушай есть очень хорошее слово я когда-то от одного человека услышал она звучит так деготь и когда человек даже много делает чего-то хорошего то одна ложка дегтя она способна испортить потом целое ведро меда именно поэтому не нужно стараться к честности нужно стараться к искренности это нужно делать вот искренне если вы там склонны к тому чтобы изменять изменять но делайте это так чтобы никто не знал тогда это не грех потому что грехом считается огорчение или огорчение чьей-то души то есть если человек допустим узнал что вы изменяете это причинила ему душевную боль вы согрешили перед ним а если человек не узнал то тогда вы не согрешили именно поэтому вот так можно это рассматривать ну и грех это плохо я тот человек который считает для себя возможностью прожить жизнь с одной женщиной развитием духовности возможно прожить и прожить человеком милосердным и добрым возможностью развить духовность могу сказать вам что я от этого не потерял я противник самоубийства почему у некоторых людей все получается без эзотерики а вот некоторых с эзотерикой не получается это связано как раз с этим элементом духовности я с него начал и если вы не поняли в начале я рекомендую еще раз пройти с самого начала данный вебинар ну что давайте несколько слов прямо завтра будет проходить семинар который называется сангая 69 вот здесь вы можете посмотреть а сангая 69 и на сангая 69 вы можете пройти со мной специальный семинар мастер-класс этот мастер-класс называется биджна мантры это биджна мантры которые обычно хранятся в тайне и мы их как правило знаем сейчас я немножечко проведу презентацию сейчас сангая биджна мантры и так какие будут биджна мантры я дам слог исполнения желаний человека слог который дает человеку энергию сильную менталу ментальную энергию психическую слог который открывает чакры слог исполняющий любое желание слог чтобы стать умнее слог убрать всех врагов открыть человеке по распособности мантра тайных и миншивы чтобы процветала не в бизнесе было брахмадев чтобы мечты исполнялись благословения вишну открыть третий глаз открыть поток денег защититься от смерти и болезней вирусов включить привлекательность слог вот смотрите включить привлекательность и разжить гипнотизм развить гипнотическое влияние это слог сумма а вот как его практиковать и расскажу удалить энергетическое влияние при плохом бизнесе вдохнуть новую жизнь бизнес получать изобилие радость получать защиту и равноправие получать любовь и удовольствие убрать страх и усталость увеличить все энергию исцелить от многих болезней убрать заболевание исцелиться для роскоши богатства погашения долгов починить человеческой воле нравится людям думать и так далее стать очень умным изобретателем стать магически сильным улучшить состояние ушей глаз стать богатым короткие мантры ганеши три штуки дам по одному двух слога от психических заболеваний подчинить любых существ от депрессии увеличить силу и мощь энергетически стать богатым это короткий слог кубер и одно слово убрать влияние зла на вашу жизнь чтобы нравится или чтобы кому-то понравится убрать яд из тела убрать глистов из тела сделать порошок которым очаровывать человека один слог вырваться из нищеты помолодеть стать красивее обрести спокойствие любовь душевную радость развитие сновидение обрести могущество для хорошей беременности выносить ребенка пробудить энергию кундалини один слог сжечь негативную карму рода развить супер интуицию произносить перед сном или засыпания для хорошего сна удалить плохое самочувствие болезни для успеха в любом деле для красоты и денег для увеличения физической силы для управления энергией времени обрести силу мага энергию чтобы душа лечила тело от всех проблем жизни вот такое санга я можете приходить раньше данную информацию я практически но фактически никогда не давал также если вы не участвуйте в санг я рекомендую подписаться на наши новости поднести свой телефон к этому qr-коду и перейти в подписную страницу где вы будете участвовать в подписной группе куда будут приходить разные приложения статьи об эзотерике и всевозможные мои обращения к ученикам школы и так далее считаю что это даст возможность поучаствовать в жизни наши школы и дальнейшем стать эзотериком и так далее также вот здесь можно задать вопросы свои которые я в том числе тоже вижу так вот почему у одних людей все-таки получается быть без эзотерики счастливыми все здесь у них вот здесь многие люди рождаются и у них вот это в середине не теряется блаженство внутренне и им везет вот я такой человек я всегда в середине себя много я я понимаю но как по-другому рассказать внутри себя все время ощущаю вот это чувство детства чувство яркого блаженства чувство яркого наслаждения она всю жизнь она мне присущий я его внешнем мире это чувствую и вижу будучи человеком который склонен вот к тонким искусством там к музыке я люблю классическую музыку мне нравится живопись я разбираюсь в живописи я люблю читать книги всевозможные которые связаны с чем-то красивым знаете мне нравится мода мне нравится женщины мне нравится природа мне нравится отдых я люблю все что может давать человеку удовольствие радость это склонность она у меня с детства с детства играю там на четырех инструментах мне нравится классическая музыка я с детства рисую там красками гуашью маслом еще чем-то мне нравится живопись и мне нравятся красивые люди нравятся эмоции человеческие вообще люблю людей и будучи человеком которого это есть мне в моей жизни очень везет вообще эзотерика что это свое время начал обращать внимание как раз именно на вот эти все моменты то есть человек вот у нас у меня есть племянник алексей мы родились у нас три года разница мне на три года меньше но в отличие от меня у меня все в жизни получалось причем очень легко то есть я делал один шаг и еще три шага вперед то же самое он делал один шаг и три шага назад и у нас были одинаковые возможности то есть меня сразу же стала такая идея почему мне тотально везет в тот момент когда ему тотально не везет и только спустя годы изучая вот это доктрину везения и доктрину ее называют духовного развития я понял что по-настоящему везет людям которых развивается высокая духовность чем она может искореняться духовность человек растет или живет по принципу там кого-нибудь осуждать кого-нибудь критиковать постоянно находить только плохое помните мою мою историю о том что один человек пришел в эрмитаж увидел пыль на всех картинах а другой восхитился картинами то есть каждый человек выбирает для себя даже сам этого не подозревает этого и зависят его уровне то есть один человек настроен на уровень грязи или поиска грязи другой человек настроен на поиск счастья и радости какой-то третий человек уже настроен на состояние при котором это это ему безразлично так как он постиг внутреннее состояние блаженства и видит весь мир как проявление красок бога вечной игре мироздание и так далее и это все конечно же отличает людей тому человеку у которого нет желания но это все путь можно ли в один момент перейти в состоянии высокой духовности нет что мешает сознанию мешает чувство чувством мешает тело и гормоны гормоном мешает внешний мир и так далее это противоречивая борьба пяти гун внешнего мира гормонии гормонов физического тела голода физического тела материального какого-то оснастки чувственных каких-то разочарований но и осознанных компиляции мозга придут там получение или не получение какой-то информации которая потом компилируется и создает у человека какой-то ответ в виде рефлекса осознанного душевного рефлекса или даже физического все это между собой оно должно как-то гармонично развиваться и вот разрушение вот этих элементов гармонии заставляет человека перейти на сторону которая его топит или деструктивную сторону тьмы ну естественно чем сильнее эти деструктивные стороны тем тяжелее человеку дается быть человеком везучим или по-другому фартовым а фортуна нужна человеку и здесь нужно мне сказать андрей андреевич а как же эти люди которые достигли там очень всего там и так далее и так далее дело в том что миром управляет эзотерикой очень часто такие люди являются членами определенных обществ вот смотрите как все устроено допустим есть допустим российской федерации украина и между этими людьми сейчас появляется между этими двумя странами появляется сейчас разногласия одни там стараются там воевать другие стараются тоже воевать и так далее а скажите кто-то из них виноват я скажу нет почему третья сила виновата какая третья сила виновата третья сила виновата которая заинтересована в том чтобы в мире жила меньше людей то есть это третья сила может давать она заинтересована в том чтобы людей меньше было поэтому этой третьей силы интересно раздувать это все поэтому в тот момент когда можно было бы промолчать это сила создает условия при котором никто не молчит когда можно вот это третья сила а государства которые попадаются на эти ловушки это государство которые попадаются на ловушки третьей силы да это третья сила она связана уже с эзотерикой зла с эзотерикой зла но об этом рассказывал я недавно своем вебинаре который был посвящен институту развития творческой единиц общественной организации я тоже задавала себе вопрос наблюдая за такими людьми поняла дело философии да вы абсолютно верно я помню эту историю с артемом я в том что артем хотел чтобы он считал что чтение мантр сделает его богатым а дело в том что нужно рассматривать не чтение мантр и богатство нужно рассматривать духовный рост и духовный рост необходимо ставить на первое место а духовно возродиться и духовно работать над собой чрезвычайно тяжело что дает не знаю у каждого свой элемент который плавно должен проявиться для одного это нахождение в себе гармонии нахождение вне борьбе гармония появляется потому что одни думают что если бороться то гармония появится как правильно выбирать коды и заклинания выбирать те практики которые нравятся или наоборот которые не нравятся выбирать лучше которые не нравятся они больше будут работать с вами я ученица первой ступени и сейчас прохожу слушаю вебинары у меня умер сын его фото стоит на столе скажите как лучше пусть фото стоит или лучше убрать я думаю вопрос интересует многих дело в том что фото на время лучше убрать никто из вашей души не уберет того мира который был у вас и вашего сына это у вас как у матери у сына как у человека который вас обожал но дело в том что любое страдание увеличивает страдания если об этом страдании трубить именно поэтому любые страдания их необходимо переживать самостоятельно если у вас произошло такое горе то не наслаждайтесь этим горем потому что когда человек старается всему миру сказать это и всему миру объясните всего мира обвинить всему миру то это приведет его к разрушению страдание она ваши она дано вам она должно произойти у вас это страдание не заставляйте весь мир вместе с вами страдать не будьте источником страдания если это наказание то пусть она будет ваши они всего мира если такое страдание произошло то закройтесь выплачьтесь скажите я все равно проживу жизнь от начала и до конца ну и фото что фото разве его нет вашей душе разве его нет вашей жизни а что фото фото заставляет только страдать и вспоминать а так ничего нельзя вернуть поэтому фото на время лучше убрать поэтому нужно понять для себя что жизнь все равно будет продолжаться и все равно она будет продолжаться и вам ее пройдет придется прожить от самого начала до самого конца почему забрали от чего это произошло пути господня неисповедимы все это промысел божий это все может быть одновременно и расплата за что-то обычно это расплата за шару я обычно об этом рассказывать это когда человек говорит там я проеду куда-то платить не буду я сделаю что-то на шару это шара накапливается и потом у человека забирают что-то дорогое сегодня один из учеников школы с которым я разговаривал он говорит ты представляешь у меня был такой знакомый он все делал на шару займет у тех займет у тех ничего никому не отдает и вот все делал все время там подвези не заплатит там у кого-нибудь стянуть и так далее говорит ты представляешь богатство и в общем-то человек смог себе сделать и имя и богатство но внезапно умер а внезапно он умер потому что должен был очень много должен был все делал на шару все старался позабирать обычно либо детей забирают либо у человека его жизнь в его случае ему повезло видимо никого не любил забрали его жизнь но это не моё объявление обвинение но есть другой вариант этим миром управляют две силы одна сила это сила созидающие другая деструктивная разрушающий деструктивная разрушающая сила она не любит людей которые заявляют о себе как о человеке абсолютной доброты потому что доброта разрушает этот мир доброта разрушает этот агрессивный и несправедливый мир и очень часто такие люди которые являются проявлением абсолютной доброты и абсолютного благородства абсолютного милосердия без капли внутренней грязи такие люди они начинают болеть почему они в этом мире могут быть как белая ворона и будучи белой вороной вот такой привлекают внимание деструктивных сил и когда деструктивные силы не могут такого человека победить то единственное что остается уничтожить вот такого человека ну для этого чтобы этого не происходило необходимо быть одним из членов эзотерической культуры в конкретном случае лучше быть учеником эзотерической школы кого низкий поклон за ваши вебинары вы луч солнца спасибо вашим родителям маме долгих лет я и каждый день передаю учиться бывает аж прет действительно только придерживаясь философии все работает спасибо как работает магия стихи деревьев вы хотите чтобы я сейчас обучил вас восхищайтесь деревьями тогда у вас будет жизни тогда смотрите хвалите деревья тогда дерево даст вам энергию какое спокойствие можно ли если вы находитесь в горах то ветер который дует вам выдует у вас дурные мысли случае если вы смотрите на море знаете море забирает здоровье и забирает у человека жизни люди которые уходят надолго в море если смотрят часто в море то они стареют и плохо себя чувствует море забирает у человека точно так же и небо небо приводит к тому чтобы появилась небо это зеркало поэтому если не дай бог человек где-то соврал и смотрит на небо то небо может его наказать поэтому карма ваша она может реализоваться мгновенно если медитировать на небо она может реализоваться в не самых лучших качествах и в не самых лучших ситуациях здравствуйте у мужа вы внука у моего внука должна быть свадьба что можно сделать какой обряд провести на крепкую счастливую жизнь подскажите спасибо ваша ученица 5 лет с большим уважением чистого татьяна завяжите им руки и пусть они этот платочек которым вы обвяжите руки в момент их бракосочетания пусть они этот платок хранят до самой старости вот такой платок которым обвязывают руки правую руку мужчины и левую руку женщины его обычно делают это украинские такие обряды и у многих таких есть национальский у турков такое есть в индуизме такое есть в некоторых иудейских общинах считается вот такой вот тряпочка или платочек считается элементом который сдерживает семью для того чтобы семья была обычно ее делают белым с небольшими рисунками и потом женщина на протяжении жизни вышивает и вот она вышивает это и это считается что дает семье новые возможности дает семье рост и так далее но в целом я считаю что самые лучшие условия в ходе которых мужчина и женщина могут хорошо жить это возможность придерживаться ощущения и отсутствие эгоизма то есть работать над тем чтобы не критиковать работать над тем чтобы не оскорблять вот так для того чтобы никого не прощать старайтесь никого ни в чем не обвинять я обычно это говорю для того чтобы семье были хорошие отношения нужно полностью из семьи убрать три элемента первый говорить слово я второе обвинять и третье обижаться и все семья будет прекрасно не обвиняйте не обижайтесь и живите по принципу одного я это наша квартира это наш бизнес и так далее это наша проблема это тоже важно это наши дети есть народный обычай за праздничным столом ставить рюмку со спиртным и бутерброд на тарелку для наших мир иной близких людей можно делать да не забудьте потом вылить такой вот мне очень близкие мои родители дружим со снохами у них отношения неважно не буду отвечать не интересно ну что вот такой получился у нас вебинар за им андрей андреевич папа провалился на речке под лед все хорошо его спасли но в воде он находился 30 минут немного ноги стали мерзнуть может есть какие-то практики и препараты чтобы ему пропить или сделать он просто сутки никого не узнавал из-за шока эта проблема почечного ревматизма который у него произошел на фоне замерзания ему необходим такой обряд возьмите и партии его в бане обязательно на почки накладывайте ему теплые речные камни также обязательно пусть ходит в шерстяной такой штучки чтобы греть почки его будут греться почки вот таких состояний у него не будет также пусть по принимает любой почечный сбор допустим ну какой-нибудь сбор я могу там для вас сейчас дать допустим шиповник омник шиповник омник арахисовые створки фасолевые створки березовые почки березовый лист черничный лист и если папа полный можно добавить козлятник все это смешайте между собой можно горечь зверобой можно добавить все это смешайте между собой и заваривайте одна столовая ложка на два стакана воды пол-литра и по одному стакану два раза в день пусть пьет почки нагреются и все будет хорошо будет ему теплее и лучше будет чувствовать девочка в пять лет очень часто ночью кричит и плачет либо разговаривает а вечером боится ложиться спать помогите как помочь ребенку в вашем случае это не связано с духами это связано с тем что ребенок адреналиновый давайте ребенку утром кальций цитра или давайте ребенку утром чернику с кальцием это мой препарат кальций черника одну таблетку а на протяжении дня по одной таблетке магний b6 по одной таблетке три раза в день также препарат кальций магний цинк в таблетках тоже по одной таблетке два раза в день делайте это два месяца ребенок начнет хорошо спать ну а чтобы быстрее был эффект давайте еще магнум цит 300 по чайной ложке на стакан воды чтобы пила на протяжении дня я надеюсь вам данный вебинар понравился вопросы в общем то получились интересны извините что не на все ответил вопросов много оставим их на следующий вебинар хочу вам сказать или дать свой совет во первых помните о том что мы духовно развиваемся о том что жизнь прекрасна о том что эта жизнь проходит о том что если нет выбора то нам все равно придется прожить эту жизнь а когда мы проживаем и нет выбора то не нужно огорчаться нужно просто получать удовольствие микро удовольствие макро помните как у цоя там есть пачка сигарет то жизнь неплохо на сегодняшний день и так далее то есть видите человек может быть доволен и малым а человек огорчается из-за того что нет большего нет вы радуетесь малому тогда большее появится люди устроены по принципу того что они огорчаются от того что нет чего-то большего а зря вы лучше радуйтесь от того что есть мало если радоваться малому большее появится а если огорчаться что большего нет то и мало и заберут зоя терехова андрей андреевич если можно скажите что означает это мудро скажите зачем мне это правда вот вы спрашиваете зачем мне это и зачем это вам зачем ну что она бы зачем мне это зачем мне отвечать на этот вопрос все я желаю вам успеха обязательно большое спасибо за соучастие обязательно подписывайтесь на мой канал сейчас открылось два канала спасибо за блокировку моего официального канала андрей дуйко официальный канал сейчас он разблокирован и уже создан новый канал который будет тоже у нас функционировать постоянно он называется школа кайлас на этом канале и придется вести теперь два канала это школа кайлас андрей дуйко и третий канал магия почему но потому что нас периодически могут блокировать для того чтобы этого не происходило придется вести три канала ну еще один канал я все-таки сделаю потому что он мне очень нравился я все-таки сделаю канал вместо андрей дуйко я канал который будет называться сидки sound где я продолжу все-таки вести мои публиковать мои мантры и публиковать мои шумы и так далее потому что сейчас все это смешалось и все равно собираюсь возобновить трансляцию такого видео канала сидки sound посвятить его музыки и выкладывать туда всю вот информацию на канале школа кайлас будет выкладываться информация только по эзотерике на канале который называется тибетская формула спасительные рецепты будет выкладываться вся информация которая связана со здоровьем на канале андрей дуйко вся информация которой со здоровьем и которая и с школой кайлас и всей остальной информации будет выкладываться ну и на тематическом канале ситхи sound будут выкладываться мои статьи видео обращения видео какие-то которые посвящены разработки и изготовлению шумов или шумов ситхи sound как я называю их также я продолжу там публиковать шанкара тантру и так далее еще раз большое вам спасибо еще раз не забывайте о том что жизнь в общем то прекрасно и нам необходимо сделать только выбор на какой же стороне все таки быть на стороне добра или на стороне зла давайте выберемся вместе сторону развития духовного давайте все равно выберем сторону духовного и когда нам захочется поругать мы будем обнимать когда нам заходит за когда вы захотите критиковать промолчите когда вы захотите обижаться обнимите пусть жизнь изменится пусть жизнь изменится пусть закончатся войны радуйтесь малому для того чтобы было больше не огорчайтесь тому что нет большего потому что будут огорчения с